Шма, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха. Сегодня очередной отрывок Торы, и он называется Корах. И всем сразу все становится ясно. Конечно, я могу говорить здесь, можно о чем-то говорить, в принципе здесь три главы, это книга Бамидбар или числа, глава 16-18. Но Корах это такая тема, которую в Божьей общине обойти нельзя. И мы понимаем, почему она всегда злободневна, там, где есть люди, там, где есть Божий народ. К сожалению, бывают и такие вещи, которые случились в этой главе. Итак, краткое содержание отрывка. Восстание Левита Кореи и сообщников из колена Рувимова против Мошея Аарона, наказание землетрясением, огнем и поражением. Рассветший жезл Аарона подтверждает его право быть главой колена Левиина, и перечень обязанностей и прав священников и Левитов принадлежности им десятины Израиля. Это, как бы, общее содержание. Ну, давайте начнем сначала. Итак, 16 глава с 1 стиха. Корей, сын Изгара, сын Каафа, сын Левин, и Дафан и Верон, сыны Елява, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимов, восстали на Моисея. И с ними и сыну Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лице свое. Дальше читать не буду, потому что дальше, ну, вы знаете, он встал, он говорит, ну, хорошо, разберемся, давайте разберемся, разобрались. В целом вы, как бы, ситуацию знаете, да? Вот, ну, почему он пал на лице свое? Он понимал, что будет дальше. Он знал Господа, он знал его пути, он знал его характер, ну, и он видел, как до этого, что происходило, да? Вы помните, люди роптали, ну, короче, им перестала нравиться манна, они говорят, хотим мясо, получили мясо, ну, и вдобавок получили наказание. Потом пришла Мирьям, да, и говорит, Моше, как бы, я тоже хочу участвовать с тобой в управлении. Ну, там были свои разборки с ней. Вот, потом 12 саглядатов, и народ остался в пустыне на долгие десятилетия, да? И он понимал, что сейчас что-то будет, вот. И он не хотел этого. Моше, он очень любил свой народ, он готов был умереть за него. Вот, ну, так получалось, что надо было разбираться. Вот, что говорили и что хотели заговорщики. Кстати, если до этого такие, ну, можно сказать, даже не заговоры были, а ропот был, знаете, спонтанный, когда людям что-то, ну, достало их, и вот они говорят, да? Вот, ну, как бы нормально, вот. Ну, а здесь немножко не так. Здесь собрались, договорились, да, и составили заговор. Люди именитые, элита того, того, ну, часть элиты, как бы, Божьего народа, да? Вот, и вот говорят ему вот эти вот слова. Что же, что хотели, что говорили, чего хотели заговорщики? Они говорили, что все одинаково святы перед Богом, то есть отделены от других народов для служения Богу. И это было правда. Но одновременно они обвиняли Моше и Арон, что они ставили себя выше других. Это было неправда. Больше того, это была клевета, потому что они были свидетели, что Бог назначил его и Арона служить народу во главе этого народа. Это была его суверенная воля. Второе. Корах и сообщники обвинили Моше и Арона, а косвенно и Бога, в том, что те не выполнили своего обещания и не привели народ в землю Бетован. Ну, там дальше я просто об этом не читаю. Вот. Не привели так, как народ этого хотел. Ну, народ что хочет? Он всегда хочет, чтобы все было быстро, богато, по-богатому, да, и много, да. Вот. Чтобы оно было красиво, да. И самое главное, чтобы все было быстро. До всех дней. Что говорят президенту? Что он там это? Что-то обещал, а не получилось у него, да. Как бы эта тема, она продолжается, она как бы тема вечная. Вот. Что касается, почему народ не пришел в землю Бетованную, то писание в Евреях 11, она очень четко объясняет. Она говорит, что поверху было видно ропот, да. Но ропот, он был от ожесточения сердец. Ниже, да, когда мы начинаем пласты поднимать, почему было. Оказывается, у них были ожесточения сердец. А еще ниже, если разбираться, что было, почему, откуда происходило ожесточение сердец. Было написано, давайте мы посмотрим, это Евреям 3,10. «Неустанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Потому что, ну, не знали Господа, не знали Его путей. Что значит не знать путей? Его мышления, Его желаний, Его целей, да, Его стремлений, Его ценности, что Он ценил, да. Ну, не вникали они в это. И они хотели в землю Бетованную, чтобы было много молока, меда, мяса, огурцов, чеснока. Ну, в общем, чтобы было все хорошо и много. Людям кажется, что они думают правильно, но на самом деле они заблуждаются, потому что не знают Божьих путей. А Тора говорит о том, что познавать Божьи пути – это познавать самого Бога. Поэтому в основе любого бунта, любого ропота всегда лежит вот это вот, знаете, незнание сердца Бога, незнание, непонимание слова Его, которое Он открыл нам, да, непонимание, что Он ценит, что для Него важно. Что касается демократии, они потребовали демократии, да, то Тора, в общем-то, и Бог, Он не против демократии. Мы помним главу Итро, да, помните, там, и наоборот, Моше, он пошел, когда ему сказали, надо, ну, тебе надо помощники, да, Господь подтвердил, избрали помощников, помните, да, вот, и они помогали ему, то есть это элементы демократии. Вот, но в данном случае Бог уже сказал свое слово, Он сказал, будет именно так, священниками будет рота Аронов, да, а во главе народа административную власть, духовную власть, ведущую роль будет играть Моше, Бог ему доверял, они выступили как раз против этого принципа, ну, результат был известен, да, вышел, ну, до фана Аверона поглотила земля, а вот эти 250 человек, которые пришли с кадильницами, вот, вышел огонь, пожрал их, а кадильницы Бог сказал раскатать в листы и покрыть еще одним слоем, покрыть жертвенник, для того, чтобы народ, глядя на жертвенник, каждый раз помнил о принципах Божьей власти, то есть кто должен осуществлять, служение, да, кто должен быть священником, кто левитом и так далее. Может быть, для кого-то это будет странно, но правильный принцип управления Божьим народом, и мы это видим из этой ситуации, есть принцип не демократии, а Божьей, божественной теократии, то есть непосредственно управления Богом, своим народом, своим народом. Ну, каким образом? Через поставленных людей, через поставленных служителей. И этот принцип, он соблюдается как от семьи Авраама до нашего времени, потому что мы помним Ефесянам 4, где сказано о том, что Ешоа, он поставил, в других переводах, и мне больше нравится, даровал вот это пятикратное служение. Апостолов, евангелистов, пророков, пастырей, учителей. Для чего? Для того, чтобы они помогали людям как раз познавать Бога, чтобы они не попадали в такие ситуации, не роптали, не ожесточали своих сердец, чтобы они не попадали под раздачу, по большому счету, но чтобы они ходили перед ним и исполняли его волю. Вы знаете, я не скажу, не буду утверждать, знаете, что все общины, в общинах, в Божьих общинах всегда все делается правильно. Мы знаем, везде могут ошибаться, есть бы даже Божьи общины, называются Божьими, а принципы управления там, они тоже не Божьи, мы это знаем. Но Писание дает достаточно инструментов для того, чтобы можно было исправлять ситуацию, поэтому об этом мы говорить не будем. И весь вопрос, а нас это касается или нет, это дофан-аверон, это корох, или может быть в какой-то степени нас касается. Я думаю, что да, пастора особенно, они подтвердят, наверное, мое слово. Не знаю, Рэбе не улыбается, наверное, что-то я неправильно говорю. Но я напомню на всякий случай, что даже из нашей жизни, из нашей общины. Вот был у нас очень хороший брат, отлично, любили мы его. Но в один момент он получил личное откровение какое-то, пришел к Рэбе и говорит, все святы, все священники. И я понимаю, что нам пастора не нужны. Нам надо сесть в кружочек вокруг Иисуса, ну и, соответственно, всем нам будет хорошо. Это реально. Еще раз говорю, хороший брат, с хорошим сердцем вроде бы. Ему говорят, ну это же не по Писанию. Давайте читать, Ефесянам 4. Данные служители, для нас даны, это дары нам, для того, чтобы мы больше понимали, чтобы мы познавали Бога, чтобы нам легче было. Ну нет, я говорю, так не считаю. Ушел, увел с собой тоже несколько человек. По-моему, насколько я знаю, не очень у них получился этот кружочек такой. Ну так вот получилось. И вы знаете, еще такое мое, ну это так напрямую видно, есть корреляция. А вот этот дух короха, понимаете, он такой мимикрирует, он так прячется, да. Вот ведь они же по большому счету много не врали. Еврейские мудрецы, которые исследовали слова, посмотрели контекст каждого слова, они говорят, ну по большому счету, он говорил тоже правду. Ну они тоже говорили правду, да. И корох говорил правду. Ну это было, они только не соглашались с той, что была еще другая правда Божья, понимаете. И эта правда была открыта, но они с ней не соглашались. И это очень важно, знаете, вот понимать, что кроме нашей правды, которая нам кажется, что это правда, есть еще чья-то правда, ну другая правда, которая основывается на Писании, а мы не всегда можем основываться на Писании. Тоже был у нас человек однажды, и мы вдруг увидели, что он хороший тоже брат, а с отличным сердцем, много добра делал, и я знаю, что делает людям. Ну однажды, ну видим, что он какой-то, ну стал очень грустный, да. Я присутствовал при этом разговоре, Рэбе его вызвал, говорит, брат, что поникло лицо твое, что грустишь? Он говорит, ну я вот не согласен. С чем не согласен? Ну тем, что вот те финансы, которые выделены на еврейскую, на фестиваль еврейской культуры, как они, на что они расходуются? Ну говорю, ну они расходуются на фестиваль еврейской культуры, люди, которые пожертвовали, они считают это правильным, это не мы их заработали, мы только согласились войти в их труд, и мы согласились вместе с общинами города трудиться. Ну говорит, я считаю, что надо было по-другому. В общем, огорчился брат и ушел. Еще один брат тоже, очень хороший брат, служил, что-то у него получалось, что-то не получалось. Но однажды сказал, поставьте на его место кого-то другого. Поставили, обиделся, ушел. Понимаете? Ну, поймите, оно вроде бы так вызывает, конечно, немного и смерть, но это, ну у человека, друзья, это для него, это было очень серьезно, это была трагедия, я ему сопереживаю. Ну я к тому, что вы понимаете, вот этот дух, вот этот корок, он такой, знаете, он каждому может, он к каждому может прийти. У нас же у каждого, ну мы же все знаем, да, о чем говорить, как рыбы одеваться, о чем должен я говорить, например, если я здесь, да, что-то может быть, я не то говорю. Каждый знает, но весь вопрос, и это правда. И вы правы. Но еще есть другие правды, и мы должны мириться с этими другими правдами. Вы знаете, я хочу сказать одну важную вещь, наверное, самую важную, то, что я хочу сказать, да. Насколько я понимаю, писание замысел Божий относительно Божьего народа, то для нашего Небесного Отца, наверное, более важно даже неэффективность нашей деятельности, в том числе и в общине, насколько эффективность нашего преображения в образ Божий. Аминь. Друзья, мы для этого созданы, потому что, если бы Господь заботился о нашей эффективности, Он бы, ну, сделал нас эффективными. У нас было бы евангелизации такие были бы, вау, просто, да. В общем, и много чего происходило бы. Но Писание, вот мы смотрим, то есть, понимаете, людей мотивировать легче, но изменить гораздо труднее. И вы знаете, у Бога не так, вернее, так скажем, у Него много инструментов, но вот, наверное, самое важное из них и самое доступное и понятное, это семья и община. Наверное, не все задумываются этим. Друзья, семья, она дана не просто для того, чтобы плодиться, размножаться, наполнять землю там и так далее. Я верю, это мое личное откровение, я делюсь с вами, что Бог через пример Троицы, через отношения внутри Троицы, Он желает, мы об этом говорили тоже с этой трибуны, другие люди, я поддерживаю их, Он желает, чтобы эти отношения, они отображались в семье и также в общине, как в семье Божьего народа. Поэтому очень важно, очень важно сохранять институт и семьи, и очень важно хранить единство внутри общины, ну, не любыми способами, понимаете, но единство, Божье единство, единство по Писанию, принципиальное единство, нам необходимо хранить, и Писание, и смотрите, вот и Бог, немного вещей, о которых Он говорит, я ненавижу, мы же говорим, Бог любовь, да, но есть вещи, которые, Он ненавидит разводы, например, Он ненавидит измены внутри семьи, и Он ненавидит братьев, да, которые разносят клевету. Смотрите, что Иешуа говорит, да будут все едины, как ты, отче во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверуют в мир, что ты послал меня. В следующем стихе, и славу, которую ты дал, мне отдал им, да будут едины, он еще раз повторяет, да, я в них, ты во мне, да будут совершенного едины, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Понимаете, вот этот образец, да, Бог, да, строится, семья, община, вот, вот так оно должно быть. И знаете, и когда, и пока муж и жена, даже при всех проблемах, они внутри семьи, да, и они пытаются решить те проблемы, они не разбегаются, как это принято в мире, да, что до 70% семей, они распадаются, но не решают внутри, это хорошо, это по-божьему, это по Писанию, почему? Внутри семьи, они преобразуются в образ Божий, потом приходят в общину, и у них хороший шанс преобразовываться в образ Божий, потому что, если они уйдут из общины, да, в миру, там, никто им уже не поможет. Боже, дай нам мудрости, Господь, да, вот, чтобы мы действительно были верными тебе, понимали, что ты хочешь для нас, как ты хочешь благословлять нас, Божий, вот, дай нам, вот эти, помоги нам создать, вернее так, совершенствовать наши характеры, да. Слава Господу, друзья. Слава Господу,